приветствую уважаемые зрители моих подписчиков сегодня мой обзор посвящается смартовой приставке hk one plate несмотря на режим с вирусом продавец махом отправил и через три недели посылка у меня цена смарт приставки в районе 50 долларов для всего мира это приемлемо по нашему курсу наиболее вытягивает с нас деньги ну ладно ничего с этим не поделаешь ребята при выборе я смотрел что была глобальная прошивка чтобы потом не заморачиваться установкой русского языка но и второе это процессор с 905 x2 это четырехъядерный с чипом арм cortex a53 и видеокарт мали же 31 техпроцесс 12 нанометров уже и он будет меньше греться кодек аж 265 передает по hdmi 21 со скоростью 4к 75 fps в общем начинка хорошая обещает быть несколько есть моделей у этого продавца продавец биквель какой-то в общем то я не сильно разбираюсь в китайских названиях и здесь вот на этой стороне видим этикеточка до процессов такой же как вы заказывал 464 так и блок питания 5 вольт 2 ампера все здесь на коробке такая черная брутальная коробка открываем коробочку видим инструкции дальше сама тв приставочка сниму чтобы видно было ну и давайте по очереди пройдемся еще тут видим с каждой стороны значит здесь светодиод индикатор показывающие работу включен выключен так вот здесь вот для sd карты два порта юсб 30 дальше здесь подключаем блок питания здесь подключаем проводной интернет но также может работать в двух режимах по вайфай так ну а здесь а вы выход на телевизор и которые не имеют hdmi вот можно по тюльпанчиком подключить так здесь у нас в оборот еще блок питания думать кабель длина один метр других обзоров наверняка вы про эту мышь наслышаны вот такая стандартная аэромыш очень удобная перейти с ней так это вот сразу надо подключить в один из портов теперь прежде чем я подключать к телевизору и настраивать сейчас побыстренько он проверим вот это двух вольтовый блок питания придется ли нам менять или оставить родной блок питания бывает что китайцы на чем-то надо сэкономить вот они на блок питания 2 амбера держит все нормально но питание через проверяю приставку вот она подключена к телевизору конкретно эта модель ножки 1 play вот такой у нас встречает интерфейс это android 9 мы будем знакомиться и с интерфейсом и с аппаратной части сразу обратить внимание здесь я вывел температуру все время будем за ней наблюдать так сейчас по вай фай значит у нас две кнопки настройки в основном вот это настройки android стандартная видите да и вторая кнопка это вызывать уже приставки здесь на английском но в принципе все просто вот дисплей выбираем тут настроечки какие нам надо к нашему телевизору все просто разберетесь на этом не будем зацикливаться давайте так включаем чипа у зад видим рм коррекса 53 18 все верно четыре ядра али рм али же 31 все сходится модель ашки банк play так производителя logic проверка скорости вай фай сейчас на 5g давайте посмотрим так мы видим в районе 300 так теперь давайте я подключу проводной посмотрим 1 интернет нажимаем и например 4k видео все голосовой поиск работает 4k видео показывает вот 4к запускаем приложение зона данное приложение дает возможность просматривать все торрент фильмы свежие новинки все здесь есть можно играть в игры примеру но я бы не стал там асфальт играть на этом процессоре ну вот такие игрушки запускаются в принципе еще джойстик докупить и можно играть попробую с помощью мышки ну вот все играйте в игрушки так что еще вот и приставки можно посмотреть есть программ просматривать спутниковые каналы видите 300 и 100 еще плюсом не знаю я не смотрю это еще один просмотр щек видим все каналы и они идут нормально сейчас юсб 30 установил флешку и смотрим как работает видео для проверки демонстрация демонстрация 4к 5 4 3 2 1 подъем у дом пролетел пролетел регистрируйся на мая или пролетел нравится читать книги можно и на телевизоре на большом экране температура 63 градуса что для приставки это нормально закончился тест вот такие результаты минимально 27 39 максимальная температура 59 градусов так хром в браузере там работает смотреть что-то читать поиск чего-либо вот бестселлер кстати есть у меня такой смартфон можете купить в районе 18 тысяч стоит новый можно подключать к компьютеру и через компьютер выводить на экран также с телефона можно выводить на экран диспетчер файлов здесь тоже указывается 464 ну и плюс есть еще возможность увеличить память с помощью sd карточки давайте разберем посмотрим что там внутри снова с крышечка так здесь у нас надо убедиться в качестве девайса до 3 одинаковых винтика сторону вынимаем так здесь видим антенна припаяна и приклеена к корпусу скорее всего это вай фай здесь у нас радиатор ну это хорошо что есть радиатор давайте камера сфокусируется посмотрим что у нас тут еще на плате все качественно я в этом убедился приставка в общем годная я могу вам рекомендовать ссылки вы найдете в описании там я добавлю еще несколько интересных покупки подписывайтесь переходите на главную страницу канала выбирайте еще что-нибудь посмотрите это был майор всем спасибо за просмотр до новых встреч пока друзья видео два раза в неделю увидимся